Врач Пётр Воскресенский. Мы с Петром сейчас поговорим о проблеме смене пола, вагинопластики и так далее. Кому она показана и нужно ли это делать, какие существуют побочные эффекты от этого и что это такое и почему это есть, этот феномен? Хотел бы сразу сказать, что, во-первых, это не проблема, во-вторых, это предмет, который мы рассматриваем, это не смена пола, это коррекция пола. Дело в том, что пол человека это весьма сложная структура. Это для нас МГРЖ, казалось бы, абсолютно такие, о которых мы даже не задумывались, на самом деле это сложный конструкт, начиная от генетического уровня, заканчивая нашим социальным представлением о себе. И, соответственно, да, вот я кратко расскажу, да, из чего состоит человеческий пол, чтобы мы понимали, какие варианты возможны. Первое, да, что определяет пол человека, это генетика, да, XX или XY. Второе, что определяет, это генетический пол. Второе пол человека, это пол половых желез, да, яичники или яички, ганатный пол, железный пол, да. Второе, это гормональный пол, какие у нас гормоны, женские или мужские. Следующий пол, это пол вторичных половых признаков, да, у нас, да, телосложение мужское или женское, да. И также, да, это генитальный пол, какие у нас гениталии, да, мужские или женские. Следующий уровень пола, это психический пол, так называемый гендер, как мы себя ощущаем, как мы осознаем, да, мы осознаем себя мужчиной или женщиной. Следующий уровень, это социальный пол, да, как общество воспринимает человека, как мужчина или женщина. И следующий, да, уровень, это документы, да, как по документам для мужчины или женщины. На самом деле, бывают очень различные комбинации во всем, начиная с того, что люди, да, могут быть не только XXXY, и, например, могут быть XXY. Существуют такие мутации и, соответственно, да, уже человек становится неоднозначным. Или, да, существуют так называемые люди-мозаики. Мы знаем, когда яйцеклетка человеческая может разделиться на две, да, и будут два однояйцевых близнеца, которые полностью идентичны друг с другом по генетической информации, очень похожи на близняшки. А бывает другая ситуация, когда в матке две яйцеклетки разные, они оплодотворены, и потом, в ходе развития, они сливаются друг с другом. И получается, что одна из них может быть XX, а другая XX. И человек получится одновременно, да, и мужчиной генетически, и женщиной. Во что это все разовьется, да, большие, да, вопросы, неопределенности уже на каждом уровне. Это генетический уровень, да. Другой уровень, да, вот человеку могут быть одновременно, например, да, и мужские, и женские половые жевецы. Это так называемый истинный гермафродитизм. Такое встречается в природе, и достаточно, на самом деле, нередко. Бывают уникальные случаи, да, например, врожденная транссексуальность. Когда, ну, условно говоря, врожденная транссексуальность, научный синдром тестикулярной фенинизации, синдром Морриса, это когда либо клетки в организме изначально, Исъигрек нечувствительны к тестостерону, либо тестостерон, да, вырабатывается, который не оказывает воздействия на клетки, и в результате плод развивается под гормонами матери, под воздействием гормонов матери. И, соответственно, да, у него формируется, несмотря на наличие из И-информации генетического пола, наличие яичек, да, гонадного пола, все остальные признаки формируются как у женщины, под воздействием гормонов матери. И вырастают достаточно крупные женщины, по современным стандартам красивые, кстати, и достаточно сильные. И они специализируют, то есть эти люди, эти женщины, они очень часто используются среди моделей или спортсменов. Собственно говоря, именно из-за существования таких женщин в свое время на Олимпиадах был введен генетический тест на плаву принадлежность. Потому что, да, выяснилось, что некоторые женщины, да, они являются XY, да, и таким образом являются несколько другими, да, людьми, да, другими возможностями, нежели, да, стандартная женщина более сильная. И, да, вот когда это ввели, этот тест в 60-х годах, по-моему, да, то есть очень многие американские и советские спортсменки быстро закончили свою карьеру. Потому что, да, у них обнаруживалось не так, что у них миксели. Причем, что внешне, визуально эту женщину ты никак не отличишь. Единственное, там есть небольшие признаки, да, в это правило, да, эти женщины узнают о своем статусе тогда, когда они не могут забеременеться. Они приходят к гинекологу, гинеколог делает УЗИ брюшной полости и обнаруживается, что матки там нет. А все остальное, да, влагалище у них есть. Существуют даже некоторые племена, например, в Южной Африке, где тоже схожая ситуация. Плод не вырабатывает тестостерон в ходе уторвенного развития, развивается под действием гормонов матери. Вырастает девочка. А во время полового созревания, в подростковом периоде, все-таки тестостерон начинает вырабатываться на достаточном уровне, да, и девочка превращается в мальчика. Да, и начинает развиваться как мальчик. Вот такие, да, удивительные вообще могут быть ситуации. И, соответственно, да, когда мы говорим о транссексуальности, это люди, которые по тем иным причинам, да, в психическом поле себя ощущают принадлежностью к противоположному полу, да. То есть это мужчины, которые психически ощущаются женщинами, да, и женщины, да, биологически сложные женщины, да, ощущаются психологическими мужчинами. Почему это произошло? На каком уровне, да, произошло какое-то отклонение, да, это бывает очень по-разному. То есть это бывает гермафродит, да, и так далее, и так далее. Это очень разнородная группа людей. Тем не менее, гендерная идентичность, да, психологическое представление о себе как о человеке как о какого-то пола, это достаточно важная, значимая характеристика для человека. И, в принципе, у психиатров, да, по мере развития медицины сложился консенсус за то, что медицина должна все-таки, да, диагностировать, да, эту гендерную дисфорию, так называемую транссексуальность у людей, и средством лечения это является, да, процедура коррекции пола. Потому что я, наше сознание, наша личность является определяющим человеком. И, несмотря на то, да, какая бы генетика там не было и так далее, в процессе этих отклонений все-таки я это ведущее показание для определения пола человека. Потому что, да, медицина к этому шла очень долго через большой термистый путь ошибок, в частности, в Советском Союзе. Это одна из первых стран, которая начала делать операции по перемене пола, да, коррекции генитальные, да, почему? Потому что в Советском Союзе в свое время, да, была очень прогрессивная организованная медицина, и в частности, да, в 50-х, 40-х годах были приняты стандарты лечения гермофордицизмом. То есть рождаются дети регулярно достаточно, у которых гениталии, да, присутствуют и женские, и мужские, и женские, и женские гениталии, либо какой-то средний вариант, да. Это достаточно частая ситуация, и врачи по тем стандартам корректировали пол ребенка хирургически в то направление, на что это было больше похоже. Вот, более того, да, дети, которые подвергались мальчику, да, которые подвергались на ранних стадиях детства травме половых органов, да, иногда хирурги их переделывали в девочек, говорили, а вот и воспитайте их переделочку, и будет все нормально. Оказалось, что нет, не нормально, да, что эти дети вырастали, и очень часто, да, их прооперированный статус не соответствовал тому, что у них в голове, да, их психологическом самоощущении, несмотря на то, что как их не воспитывали, да, именно в соответствии с тем, с предписанием врачей, да, все равно они вырастали, и происходили многие трагические случаи и в СССР, и в США, вот, поэтому именно в ходе, да, то есть больших таких изысканий, к сожалению, которые, жертвы этих изысканий, да, были вполне конкретные люди, но медицина пришла к такому заключению, что единственным средством, да, помощи таким людям является приведение их тела, их документов в соответствии с тем, как они себя ощущают. Это, на самом деле, достаточно долгий, тернистый путь, потому что очень многие люди отрицают в себе, такое, такое необычное состояние, ведь это действительно тяжелое испытание для человека, более того, что общество относится к таким людям иногда очень агрессивно, негативно, существует такое понятие, как трансфобия, особенно у нас в России, тем не менее, да, люди, которые хотят, так сказать, откорректировать свой пол, да, они это все равно сделают, поэтому, да, существует несколько, да, способов коррекции пола. Первое, основное, это гормональная терапия, когда люди начинают принимать соответствующие гормоны, и под действием гормонов, да, меняется внешность человека, он становится, начинает соответствовать, да, тому полу внешнему, внешне, как он себя причисляет. Вторая, да, второй этап, так скажем, или метод, правильнее сказать, это хирургическая коррекция, то есть приведение определенных органов, да, в соответствии с тем, как человек себя ощущает. И тут, кстати, очень это интересная тема, поскольку, опять-таки, европейская медицина, да, вследствие определенных предрассудков общества, да, пошла по тому пути, что люди, которые меняют, корректируют пол, порой подвергаются насильственным операциям, да, потому что человек, в принципе, может на гормональной терапии остановиться, да, его вполне устраивает, да, когда он приобретает внешность своей операции, предположим, сколько операции травматичные, да, ни одна из этих операций не делает абсолютного совершенства этого человека, к сожалению. Вот, от операции человек, в принципе, может отказаться, если он не хочет, да, это его вполне естественное человеческое право. Тот вопрос, который поднимается, да, многими консервативными, да, и, что уж прямо скажем, религиозными деятелями, что вот, у нас будут путаться мужчины и женщины, такие мужчины в глухой силы, женские туалеты, это все на самом деле от рукава. Если выйти на улицу и снять с тысячи граждан штаны, то очень многие люди удивятся, что у некоторых людей в физическом плане ниже пояса. Мы, как биологические существа, достаточно разнообразны в своей биологии и физиологии, и в том числе, да, и в этом плане. Есть вполне легально, да, люди гермафродиты, которые, да, имеют какой-то документ, который обозначен тот или иной пол, но, тем не менее, вот они существуют как гермафродиты. И пока, что называется, с них штаны не снимешь, да, никто об этом не узнает и не увидит. И надо обратить внимание, что никто штаны-то на улице и не снимает. Это, наверное, правильно, поскольку, да, тело человека — это его личное, совершенно личное дело. И никакое государство, никакое общество не должно, да, принудительно человека заставлять делать какие-то операции, тем более стерилизации во многих странах, да, это является обязательным условием смены документов. И это лишает человека одного из универсальных прав, да, право на семью, право на потомство. При том, что современные технологии, да, позволяют абсолютно легко обойти эти запреты, да, это архаичные законы, потому что уже достаточно сильные и широко распространены искусственные и репродуктивные технологии, когда можно взять яйцеклет, предэксперматозоид человека, законсервировать и заморозить. И потом его потомство может появиться хоть спустя 200 лет после его смерти. Мы сейчас вышли в тот технологический уровень, когда это не является проблемой. Тем не менее, да, законы, архаичные законы до сих пор сохраняются не только в России, но и во многих странах Европы. Какие существуют побочные вот эффекты от смены пола, от коррекции пола? Ну, побочные эффекты такие же, как и от любой гормональной терапии. То есть это совершенно определенные вещи, да, нарушения могут быть при неправильных терапиях. Обменные, да, это могут быть нарушения очень часто у девушек. Какие-то тромбозы у нас будут до достаточно серьезных случаев. Тем не менее, да, как и любая терапия, это вопрос грамотности врача и вопрос грамотности следования этим схемам. И тут, да, достаточно, опять-таки, стоит проблема, что врачи эндокринологии, которые занимаются гормональными терапиями, очень часто не знают про эту проблему, очень испытывают дефицит дознаний по этим вопросам. Активисты стараются их просвещать. В России есть надежда, что скоро у нас все-таки появится достаточно большой пул врачей. Этим занимаются активисты, которые бы могли грамотно консультировать своих пациентов. Потому что, в принципе, в принципе, да, терапия это достаточно банальная. Необычность в том, что она достаточно редко и замалчиваемая. Здесь многие эндокринологи, так же, как и психиатры, да, таким узким частным вопросом не занимаются и относятся к нему с предубеждением, но в силу трансформанного настроения всего нашего общества. А хирургическая, да, коррекция здесь, конечно, сложнее, потому что полностью смоделировать органы человека медицины пока не в силах. Да, есть различные проблемы, да, физиологического параметра. Но эти проблемы, да, с которыми сталкиваются не только транссексуальные люди, это любые люди, которые, например, получили травму тазовых органов. И это достаточно, тоже очень большое количество людей, вот, которым современная медицина, она старается помочь. Достаточно высокие, да, есть достижения. Тем не менее, до конца это не решенные проблемы. И именно поэтому, да, совершенно негуманно заставлять людей делать какие-то операции, если они никого не хотят. Если они никого хотят, если они полностью осознают, да, и понимают, на что они идут, да, конечно, им эти операции надо делать. Это будет правильно. Проходят ли в России такие операции и много ли таких людей, которые сделали это, коррекцию пола? Ну, по статистике, по транссексуальным людям у нас, к сожалению, нет. Вот, потому что, во-первых, это очень разные операции, да. Во-вторых, многие хирурги их проводят эти операции, но по документам они их называют по-другому, да, поскольку они опасаются, да, за определенные репутационные, да, и юридические последствия. Это крайне малое количество хирургов, потому что денег это, ну, приносит немного, а вот репутацию, репутацию это может очень сильно испортиться, да, в российском обществе. Поэтому, к сожалению, таких врачей мало, они малодоступны, не все из них высококлассные, можно сказать, прямо говоря, да, а ведь это хирургенности на их высококлассных области с богатым снажжением сосудов, и хирург должен быть очень грамотным, когда совершают такие операции. Поэтому многие люди выбирают, да, путь оперироваться за границей. И где, например, больше всего? Ну, самая продвинутая в этом смысле страна считается Таиланд, да, вот, в силу определенных понятных причин культурных, экономических и маркетинговых. Вот, однако, да, та область развита не только там, да, ну, и в Европе, и в США. Есть скриньисти, специализирующиеся на этом. Вот, самое интересное, да, вторая страна в мире по количеству операций по перемену пола – это Иран. Да, потому что в Иране религиозное, да, управление, теократическая страна, но их совместный ислам подразумевает, что если человек себя ощущает принадлежен другому полу, значит, у него душа этого пола, да, и значит, ему обязательно надо делать эту операцию, да, чтобы он, да, не совершал оберег с точки зрения, да, вот, Корана. То есть, потому что если его переделать пол, то он не будет. Другое дело, что там, например, это носит, да, строго предписательный характер, да, насильственно эти операции, потому что делаются над рядом людей, которые не хотят их делать. И насильственные операции по изменению пола делаются порой над гомосексуалом. Хотя гомосексуальные люди – это как раз люди, которые очень четко понимают, да, какой у них пол принадлежности, они довольны самому полу. Вот, но, тем не менее, да, вот такая интересная, законодательная, как законодательный казус. Вот эта трансфобия, насколько это вообще, насколько, ну, можно повлиять на эту фобию? Трансфобия, как и любая фобия, да, она лечится просвещением, вот, и людям надо просто показывать таких людей, обсуждать эти проблемы, потому что вполне, мне кажется, это пулиско и понятно людям, если им это показать, просто люди об этом не знают. По опыту общения с некоторыми российскими чиновниками, да, которые занимаются, да, сменой документов, те чиновники, которые уже сталкивались со сменой документов не раз, да, они, в принципе, относятся весьма позитивно порой. Вот, было в моей практике, когда мы приходили, нас в ЗАГСе чувствовали не за распластертыми объязями, да, да, конечно, конечно, очень корректно обращались, вот, да, были и другие случаи столкновения, да, с неожиданным позитивным отношением, когда в отделении полиции, например, после очередной протестной акции был задержан транссексуальный человек, и полиция, да, сначала, конечно, она удивилась на несоответственные документы человека, да, ну, вот, а потом она к нему обращалась, да, в соответствии, не того пола, который написан в документе, а того пола, который он себя ощущает. Мне кажется, это хороший показатель того, что наше общество готово, зрело, и ответственно подходить к этим вопросам, к этому радует. Сложно ли в России поменять документы? Дело в том, что, к сожалению, в России, как и везде, в этой области творится бюрократический бардак, поэтому эти вещи достаточно сложные, несмотря на то, что по Конституции и по законодательству России человек имеет право на смену пола, эта процедура до конца четко не описана, и каждый случай, да, такой юридической процедуры становится, по сути, да, изобретению велосипеда заново. То есть в суде нужно доказывать? В том числе через суд. Сейчас, кстати, да, тенденция больше в России, в эту область сводится, что в суде приходится доказывать. Но причем судьи, да, очень часто, да, с помощью адвоката, да, выносят правильные решения, и гуманные. Вот это тоже, опять-таки, радует. И вот главный аргумент – это начало какой-то гормональной терапии, да, или что? Главный аргумент – это диагностика психиатра. Психиатр, да, ставит диагноз на трансфексуалист, то есть он констатирует, что человек ничем не болен, да, он лишь, да, имеет эту гендерную дисфорию. Потому что, конечно, бывают случаи, когда у человека, да, например, другое какое-то заболевание, да, которое приводит к такой вот симптоматике. Ну, самое банальное – это шизофрения. Ну, вот, и психиатр, да, ставит диагноз на сексуальность, он заключает шизофрению, и таким образом человеку положена, да, смена паспортного пола и возможность, доступ к методам лечения. Вот, поэтому, и в принципе, сейчас мир, да, старается двигаться в этом направлении, что, да, психиатр – это основной врач, который дает допуск к терапии, вот, дает допуск к операции, а паспортные документы, в принципе, вообще человек, сейчас идея такая, что человек может менять и даже без психиатра. И, в принципе, это тоже правильно, потому что, если человек себя ощущает, то так, то почему, да, государство должно требовать от человека какие-то невероятные, там, еще документов, справок и так далее. Да, государство лишь должно зафиксировать факт того, что есть. И вообще, на самом деле, большой вопрос, а надо ли в наших документах указывать мужчины или женщины. Мы же не указываем, там, блондин, брюнет. Это вещь, которая совершенно, да, не отражает в человеке практически ничего, и не в его юридическом статусе, и это бессмысленно, по большому счету. А имя поменять, это же не проблема, да, в принципе? Смотря где, смотря где и смотря как, опять же таки, потому что иногда люди, да, меняют имя просто на гендерное, на нейтральное, да. Но, тем не менее, в России есть прецеденты, когда человек без соответствующих справок к отдыху от психиатра и последующего, да, процедурой юридической по замене документов пытался изменить имя, да, ему это запретили делать. Потому что имя, да, принадлежит другому, да, другому гендеру. Это, конечно, входит в нарушение, да, с, как мне кажется, да, с самым духом Конституции, да, и правом человека на имя, тем не менее. Такие ограничения есть в России, кстати, не только в России, но и в Европе, да, ограничения на имя, это, к сожалению, имеющаяся практика. Спасибо, Петр. Конечно. Спасибо.